всем привет хочу поделиться с вами интересным рецептом получится очень вкусный соус называется соус по-грузински я записала для этого нам понадобится 3 килограмма помидор 1 килограмм сладкого перца я его уже подготовила и так нарезала один стакан сантара простите за шум котятки бегают у меня одна пачка приправы карри 100 грамм растительного масла я его еще не отмеряла 1 столовая ложка семян укропа семена укропа я купила вот такие купила в лоточке где продают все семена для дачи еле нашла кстати а продавали около моего дома дальше один пучок петрушки купила в ленте но вот он такой весь вялый она вернее оставила в водичку пока что полторы ложки соли понадобится 5 столовых ложек 9 процентного уксуса и две головки чеснока а еще смесь перцев смесь перцев такая приправа молотая не целая а молотая и так начинаем готовить соус по грузински так для начала нужно пропустить помидоры и перец через мясорубку или блендер моем случае такой блендер а теперь мы точно так же поступим с перцами предварительно накрошила чуть-чуть помельче теперь будем рубить итак нарубила я помидоры и перец такая вот у меня кастрюлька семилитровая вроде 7 практически полная получилась сейчас буду резать петрушку и дальше все покажу в общем я не стала весь пучок нарезать думаю столько достаточно будет дальше мы кладем сюда короче мы смешиваем помидоры перец петрушку сахар сюда же один стакан одну чайную ложку смесь перцев одну пачку приправы карри сто грамм растительного масла одну столовую ложку семян укропа кстати укроп я купила получается пять таких пакетиков последние были и как раз их не хватило по граммам смотрите вот такая чайная ложечка смесь перцев сюда же потом столовая ложка семян укропа целая пачка приправы карри смотрите 100 грамм растительного масла у меня получилось если видно ровно 100 грамм такой аромат уже пошел тоже выливаем сюда и полторы ложки столовых соли здесь у меня здесь у меня одна сейчас еще половинку добавлю и все это мы варим 1 час и так наш назвать наше блюдо проварилась целый час теперь нужно добавить туда пять ложек столовых уксуса я вот приготовила в чашку девяти процентного уксуса и две головки чеснока можно через давилку выдавить можно мелко нарезать я люблю вторую потому что не люблю через давилку давить сейчас я все стряхну добавили и варим еще 15 минут после того как проварится еще 15 минут выключаем после остывания нужно будет разливать банки вот все готово выключаем теперь после остывания можно будет закатывать банки можно просто закрыть крышками я думаю ничего не будет потому что здесь уксус и также можно в холодильнике это хранится так что всем приятного аппетита надеюсь у меня получилось так как должно быть я еще не попробовала а а и и и и и и и и